Алина, наверное, я не знаю, ты тут была или нет, он зашел и начал на тебя грязные слова говорить, что ты, типа, грузинский народ оскорбляла. А, он еще и в Алине, это за Алину он говорил? Пусть идет гуляет за Алину, да расти ты еще, чобан. А ты думаешь, чего я так разозлилась? Я вообще, он говорил, говорил, я думаю, что-то скажет, он не понял, иди в зеркало смотри, не знаю, что он за бред вообще нес, за девушку какую-то, теперь я поняла, что он говорил. Ара, иди. Его жена изменяется армянином, а она у него есть? Ну, раз он так взъелся, значит, было нечего быть. Очень хорошо, что тебя не было, а то, я представляю, что было бы, если я разошелась. Беллочка, люди на Мерсах фотографируются, а он с собакой, мы его уровень поняли уже, пусть сидит на пятой точке Романа. Добрый вечер. Как ваши дела, здоровье? Чего не спите? Добрый вечер. А вы? Я из Белоруссии. Ромазан, я вам кое-что скажу, вы же хорошие, ведите себя хорошо, Алина пришла, я не шучу, ее злить нельзя. А вы кто по национальности? Ромазан, вы кто по национальности? Курт. Ладно. Раньше вроде курды хорошие были, сейчас не знаю. А что они сейчас, плохие стали? Ну, смотря на Каляма, они чуть-чуть сумасшедшие стали. На кого посмотреть? Смотря на Каляма, да, он же говорит, что я кюрт и оскорбляет нашу нацию, поэтому говорю, вы же нас не будете оскорблять. У вас у кого это? А вы кто? Я армянка, арцахская. А почему оскорбляются? Ни в коем случае. Ну, не знаю, я хотела тут по-другой говорить, если вы мне позволите, да, я просто... Алина, просто многие люди знают, люди, людям откуда знают, что такое Калам. Есть азербайджанский блогер Камран Ралмар, который представляется курдом и оскорбляет весь армянский народ. Я тебя умоляю, убери этих интригантов. Хороший, я подумала. Наша вся история с Арменией пошла. Ну, я помню, что мой папа всегда... Вот, смотрите, курд говорит, наша история с Арменией пошла. Слышали это? Можете еще раз повторить о тупых особях? У нас в 1937 году с Арменией выселяли в Казахстане. Вас? Да, в 1937 году. У родителей, у всех паспортов, место рождения Армения, Араратский район. У меня папа всегда говорил про кюрдов хорошо. Я помню, когда-то я Беля сказала, Бела, я насколько помню, мой папа всегда говорил про них хорошо. Но говорю сейчас, вообще не понимаю, что творится. Но я помню, что всегда мой папа говорил вот про кюрдов хорошо. Вот, я вам честно говорю. Да нет, как можно, в нации плохой не бывает, есть люди плохими. Да, нет, я помню, что мой папа всегда говорил хорошо, да. А вот хотела про вот этого грузинского тампона говорить. Извините, конечно, вы меня, вы уши закройте на пять минут, потому что тут зашел какой-то грузинский, азербайджанский тампон, да. Так как меня не было, он решил меня оскорбить. Но если вы его не знаете, я могу вам представить его, его зовут Зураб, он старый пердун. Азербайджанцы его в жопу дают, он, короче, подписчиков набирает. И он сегодня поднялся, хотел меня оскорбить, но очень жаль, что меня не было, я бы его на место поставила. Я, во-первых, грузин не оскорбляла, ты тварь, ты грузинский конченый. Вот теперь сейчас я тебе скажу, а то, что вы ночью пять утра напали на Северную Осетию, это да. Я тебе еще раз говорю. Хорошо? Это было, и я, у меня есть доказательства. И если бы не Россия, вы бы прикончили бы этих людей. Это для того, чтобы ты, скотина, знал, чтобы еще раз будешь сидеть и пиздеть, говорить про мой отцах. Ты собака. Вот тебе за это я тебе говорю. А я про всю Грузию я не говорю, потому что грузинский народ, нормальный народ. Вот у меня тут грузины живут. Очень хороший народ. А вот такие, как ты собака, ты никто, чтобы про мои отцах говорить вообще. Ты меня понял? Ты гандун. А вы сами откуда вы? Я сама родилась в Степанакерте. Я прошла войну. Я видела войну. Я видела все. Это Карабах, да? Степанакерт – это не Арцах. Это не Карабах. А он никто, чтобы встать, вот именно азербайджанский жопу целует. Я понимаю, пускай дружит, но он не имеет права трогать мой народ, мой Арцах. И вообще третье лицо, совершенно верно. Иди, да, займись своей нацией, своей землей. Ты вообще что, с какого перепуга ты вообще влез между армяне и азербайджанцами? Я вообще вот, мы сами разберемся с азербайджанцами, что нам надо делить и что нам надо делать. Это хайп. А тебя, цапан, иди вот делись ты с азербайджанцами свой гарегин и что там угодно. А мы сами разберемся с азербайджанцами, что будем мы делить. Ну, ему надо было прокатиться через вас, Алиночка, и все, ты не поняла? Он хайпа хочет. Ну, хайпа хочет, пускай дальше идет этот. Ну, вот он сейчас получил. Я дружила. Вот и получил, если он мужик, он уже достал. А он забыл, да, этот пидорас, когда он в больнице лежал, сдыхал, мы за него молились. Где-то с собакой, у меня есть эта фотография, когда он сдохнул. Алиночка, зачем ты молилась? Ты не могла бы обратно молиться с собаками? Я молилась, чтобы он сдох, но он выздоровел. Вы знаете, Рамазан, вы извините, конечно, я просто не люблю таких мужчин. Но он не мужчин, он тампон. Когда видит, что меня нет, он подымается и врет. Вот я грузинский народ уважаю. Да он не понял, что меня там орал, Алина. Бывает плохой народ, не блуха, бывают плохие люди. Зачем за весь народ говорит? Да, но он настал и начал оскорбить. Но меня, если здесь нет, скажи, Белла, позови Алину, я хочу Алины что-то спросить. Ты кто такой, чтобы оскорбить меня? Вот смотрите, здесь один гандон пишет. Вот смотрите, да, вот он мне уже нацию трогает. Вот если я ему отвечу, мэн сэни Азербайджан, в общем, Ахзны, Азербайджан там, например, в общем... Алиночка, до седьмого поколения пройдись по нём. Ладно, девушки, спокойной ночи. Я поняла, Рамазан. Извините, спокойной ночи. Здесь справедливо, здесь нацию не трогают. Здесь вот трогают тех, вот этих вот недостойных. Девочки, подожди, Рамазан настоящий мужчина. Если с женщинами разговаривает и национальные вопросы решает. Так он оскорбляет Рамазан. Да он не мужчина, просто так можно сказать. Ему не нравится, что такие разговоры. Он говорит, я ухожу, правильно? Потому что он настоящий мужчина. Да. Ну, мужчина, вот и всё, правильно. Действительно, он настоящий мужчина. А вот это азербайджанские гандоны, они просто сишака родились, ходят тут. Спокойной ночи. А что? Спокойной ночи, Рамазан, извините. Не бывает. Спокойной ночи. Потом заходите ещё раз. Я сейчас выйду, через пять минут заходите. Я сейчас ухожу, вы заходите. Всё, я сказала. Оставайтесь, оставайтесь, Рамазан, вы оставайтесь, я ухожу. Я пошёл в душ и спать надо, утром на работу. У вас время уже в полчетвёртого. Спокойной ночи. А где ещё в полчетвёртого? Казахстан. Да, Казахстан, да, точно. Алло, добрый вечер. Субтитры сделал вас в полчетвёртого. Спокойной ночи. Добрый вечер, меня слышно? Очень слышно. Да, слышно, говорит. Я сам из Грузии, хочу вам сказать, Армения – это древняя нация, самая великая. Вот у нас в Грузии есть стена, стена, и там на армянском написано «Путин, помоги, Путин, помоги». Субтитры сделал вас в полчетвёртого. Субтитры сделал вас в полчетвёртого. Субтитры сделал вас в полчетвёртого.